Вы знаете, свойственно людям, каждому из нас, мы имеем такую ментальность. Мы хотим мало вкладывать, много получать. Правда? Это у всех такое. Но без труда не выловишь рыбку из пруда. Если вы решили следовать за Иисусом Христом, то надо научиться отрекаться всего, надо следовать за Ним до конца. Если у вас нет этого сейчас, в данный момент, в следующем не ожидайте благословений. Они будут, придут, но я вам хочу сказать, что некоторые люди могут жить и без Бога хорошо. Хорошо в кавычках. Потому что ты не будешь удовлетворен, потому что человек – это ненасытное существо. Он всегда хочется что-то большее. И я хочу просто вам показать нечто. Библия, я смотрел один научно-популярный фильм, я хотел узнать, насколько велика эта вселенная, насколько велик этот мир. И он рассказывал об этом. Два часа шел, я аж заснул во время. Но что я понял во время этого сна, что как прекрасен Бог. Как он любит нас. Он создал всю такую большую вселенную ради меня, ради тебя. Он любит вас. Я раньше этого не понимал, но Библия говорит о том, что он предопределил времена и сроки для обитания по всему лицу Земли. Людей. Он не определил Луну для обитания. Он не определил Марс для обитания. Вы знаете, люди поехали на Марс, полетели на Марс, и они столкнулись с такой проблемой, что как только они попадают выше, чем надо, радиация начинает их кушать. И человек не способен выжить в тех условиях. Ну, какое-то время он проживет, но плодиться, размножаться и приносить хорошее потомство он не может. И некоторые не понимают, не осознают, что есть времена и сроки, определенные Богом для того, чтобы мы искали Бога, не ощутим ли Его. Потому что мы тратим время на ненужные вещи. Вы знаете, в полет в космос, полет на Марс, полет еще куда-то. Мы тратим время, и это интересно, это неплохо, заинтересовать себя, заинтриговать себя чем-то. Но это не отвечает на самый главный и животрепещущий вопрос, для чего я здесь. Для чего вообще я пришел на эту землю. И вы знаете, я люблю познавать что-то новое, что-то интересное, но это не отвечает на мои вопросы, почему я здесь. Вы знаете, есть вопросы, которые я задаю Богу до сих пор, и очень часто я задаю. Боже, что ты от меня хочешь, что ты желаешь, чтобы я делал в своем доме, в своей семье, в своей жизни. Потому что некоторые люди перестали задавать эти вопросы. Вы помните, как Иисус отзывается о некоторых городах в Израиле? Он говорит, горе вам. К вам пришел тот, который отвечает на ваши вопросы, животрепещущие вопросы, но вы не захотели. И из Капернаума, кстати, был сотник, помните? Сотник, который сказал, только скажи слово, и выздоровеет мой слуга. Это Капернаум, который был расстроен, который был прекрасен, и он сказал, на камне на камне не останется. Вы знаете, многие люди думают, что они даже веря, они достигнут какого-то прогресса. Но вера, послушайте, она может нас запустить в космос, она может поднять нас до высоты, и она может сделать тебе имя, но не ответить на твои главные вопросы. Для чего ты здесь? Что ты должен сделать самое главное? Вы знаете, у человека есть вера. Мы верой живем, движемся. Мы ей существуем во многом. И вы знаете, многие встают с утра, и они знают, что им надо идти на работу, им надо зарабатывать деньги, чтобы прокормить себя этой верой. Мы делаем это верой. Потому что человек, такое существо, настолько несчастное, настолько слабое, если вы просто себе представите, я не знаю, как они выживают. Вы знаете, что дети не могут выжить без мамки. Они не могут жить и существовать долгое время без кормления, без согревания матери, просто. И вы знаете, если животные могут определенное время выжить, и я даже себе не представляю, как это могло произойти. Бог предусмотрел о нас, что мы настолько несчастные, столько слабые, но Бог предусмотрел о нас, что мы можем быть спасены. Мы можем познать Бога, можем ощущать Его присутствие. Всемогущий Бог, который создал эту вселенную, этот мир, все, что есть вокруг, все, что видимое и невидимое, Он создал для того, чтобы ты познавал Его. Послушай внимательно. Самый главный вопрос. Где ты, Господи? Я хочу знать Тебя. Я не хочу познать удовольствие этой жизни. Я хочу познать Тебя, потому что это моя жизнь. Давайте откроем Деяние Апостолов, 17 глава. Я люблю это местописание, но каждый раз, когда я его читаю, я просто вам напоминаю, что, какой вопрос я задаю. Задаю. 22 стих. «И стал Павел в середине Аэропага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано, «Неведомому Богу, этого, которого вы не знаете, я проповедую вам». Послушайте внимательно. Они могли вас гордиться, сказать, «Слушай, Павел, мы не знаем, какого ты Бога проповедуешь, но у них был жертвенник неведомому Богу. Есть что-то неизведанное в твоей жизни. Ты не знаешь своего Бога, насколько Он велик». Если мы находимся в проблеме, если мы находимся в нужде еще какой-то, в вопросах каких-то, значит, мы еще не познали Бога. Нам нужно прийти в состояние, что мы нуждаемся в Нем, и эта жажда будет удовлетворена, потому что Бог ищет себе поклонников. Я снова говорю, Бог не ищет себе делателей, потому что делателей Он создаст. Бог ищет себе поклонников. Ты не можешь быть делателем без поклонения. Ты не можешь поклоняться Богу, если у тебя нет вопроса внутри тебя, «Боже, где ты? Я хочу познать тебя». Если ты не задаешь вопрос этот, в церковь приходишь, и у тебя нет этого вопроса, то смысла? Вы знаете, ты можешь приносить жертву даже, ты можешь приносить цветочки, ты можешь ухаживать за могилкой, но это не Бог. Бог не такой. Он намного больше. Он хочет решать твои вопросы. Он хочет решать твои проблемы. Он хочет давать тебе силу. Бог гордым противится. Знаете, что такое гордость? Это когда мы превозносимся и думаем, что мы всего достигли. Вы знаете, что люди достигли Луны? Они пришли на Луну, походили там, и у них начались проблемы. Там проблемы с тем, проблемы с этим. И вы знаете, программа эта закрылась, потому что она дорогостоящая. На Луне ничего не разрабатывается, потому что очень дорого защищать людей там, в космосе. Но люди забывчивые. Они просто забывают, что это было очень дорого и невозможно. И они сейчас хотят пустить на Марс. Луна уже неинтересно, они там побывали. Они хотят пустить на Марс. Это еще дороже, это еще проблемнее. Туда тратят много денег, туда тратят много возможностей. Люди умирают от голода на Земле, а они тратят на Марс. Ничего страшного. Это неплохо, потому что они хотят развиваться, они хотят жить. Это прогресс, это благословение вроде бы. Но смотрите внимательно. Через определенное время этот скачок пройдет, и они скажут, э, нет, мы не сможем там быть. Почему? Потому что эта среда не для нас. Потому что Библия определила времена и сроки для обитания по всему лицу Земли. Для того, чтобы они искали Его, не ощутят ли Его. Искать Бога. Самое интересное, тот, который спустился на Луну, он стал проповедником потом. Он говорит, я прилетел в космос, я не ощутил там Бога. Там не было Бога. Но Бог ему открылся, когда он нуждался в нем. Вы знаете, не имеет значения, когда ты нуждаешься, он сказал, Бога я там не нашел. Это гордыня, говорит, я не нашел Бога. Но когда он спустился на землю, он понял, и он начал проповедовать противоположно, Бог, Он был во всем, где бы Он ни был. Это было удивительно. Но что я хочу вам сказать, послушайте внимательно. Когда мы ищем Бога, мы не ищем Его в том, что мы познаем или что-то узнаем новое. Мы ищем Его в Его желаниях, в Его чувствах, в Его мыслях. И вы знаете, самое интересное, то, что Он говорит о неведомом Боге, том, Котором я не знаю еще. Кто из вас знает? Нимите руку. Мы же знаем Бога, да? Аминь. Слава Богу. Но вы не знаете Его в доскональности. Вы не знаете Его до конца. Вы не знаете Его желаний на вашу жизнь. Кто-то говорит, я знаю, я пойду и буду делать то. А я буду делать это. И мы каждый делаем, что хотим. Но знаете, гордыня человека, она приводит нас к тому, что мы перестаем быть послушными. Послушными в первую очередь Богу. И вы знаете, самое интересное, Павел говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, в небо и земли, не в рукотворных храмах живет. Где Он живет? Скажите, где Он живет? Где Он желает обитать? Послушайте, Он желает обитать в твоем сердце, но Он не желает обитать с кем-либо там. Он не желает находиться и делить его даже с тобой, с твоими ощущениями и чувствами. Поэтому мы говорим, и не важно, что я слышу, вижу, чувствую сейчас, Слово Божие гласит. Потому что твои чувства, они обманчивы. Я чувствую, что Бог мне посылает туда. Бывает, некоторые чувствуют правильно, но я осознаю, что некоторые ходят своими чувствами. Потому что Бог говорит, не отлучайтесь от Иерусалима. Не отлучайтесь от того места, где должна сойти на вас сила. Но что делаете? Ожидайте. Скажи, жажда. Смотрите внимательно, что делает жажда по Богу. Она наполняет и насыщает тебя. Почему? Потому что жажда, она дает тебе желание искать его. Искать его среди того, что ты уже имеешь. Хорошо. Вы не ищите в магазинах, ну, неправильно я выразил, не выражусь сейчас. Смотрите, зимой морковку никто не ищет на огороде. Правда ж? Она там не растет зимой. Когда она растет? И вы знаете, вот моя теща, она здесь есть? Нет, она там. Она слышит меня, кстати, потому что там все слышно. И она садит морковку, много сыпет семян. И вы знаете, для того, чтобы морковка была большая, что она делает? Прорывает, прорежает ее. Да? И вот эту маленькую морковку, какую-то можно есть, какую-то выбрасывают вообще, потому что она невозможная. Правда? Но, когда ты приходишь осенью, она становится большой. Ты ищешь, как она стала. И люди не сразу поняли, наверное. Знаешь, если бы я был неопытный человек, я бы насыпал и не смотрел за ней. И пришел бы, и эта морковка была какая? Маленькая. Но люди опытные, они знают, как делать. Вы знаете, есть люди, которые знают, как искать Бога. и мы к этим людям, они как магнит, нас притягивают к ним. Подобное соединяется с подобным. Есть люди, которые не знают Бога, и они не ищут Его. И, как правило, такие люди притягивают подобных к себе тоже. Они как будто все знают, они гордецы в своих глазах, они могут разговаривать о высоких материях, но они не знают Бога. Есть жаждущие люди. И жаждущие люди, они соединяются. Последнее время Бог открыл мне такую вещь, что придет, перед тем, как начнется великое пробуждение, и будет последнее пробуждение, жаждущие люди будут соединяться. Те, которые жаждут Его присутствия, потому что они знающие. И вы знаете, есть разница между жаждущим и нежаждущим. Есть готовым и неготовым. Готовый человек, он готов на жертву, для нас, и готов на самопожертвование. Он не ищет своего. Потому что люди, которых ищут своего, они ищут, даже в церкви, они ищут каких-то возможностей. Но Бог, это не Бог, который просто возможность. Это Бог, который все. И если ты жаждешь Бога, Он и даст тебе возможности. Но это не важно. Это не главное. Что-то Он хочет тебе дать гораздо больше. Скажи, больше. Вы знаете, когда у тебя присутствие Божье в твоей жизни, то все остальное не важно. Хорошо. Смотрите, нам нравится хорошее прославление. Что такое прославление? Это то, что возбуждает нас для жажды. Прославление возбуждает меня к жажде. Давид хорошо прославлял Бога. Но Давид, он умел прославлять Бога. Но он также хорошо воевал. Вы знаете, вы можете делать два дела, и три дела, и четыре дела, и пять дел, но есть то, что вы должны делать, и то, что Бог от вас хочет. Он не может говорить тебе, и он не может заставлять, но есть от чего ты будешь получать великое удовлетворение. Вы знаете, самое интересное, когда ученики исполнились Духа Святого, они не могли не свидетельствовать об Иисусе. Сейчас некоторым говоришь, слушай, расскажи об Иисусе Христе, объясни, что ты веруешь в Иисуса Христа. И он от силы пытается рассказать кому-то, засвидетельствовать. Одному засвидетельствовал, пришел, не ушел, и так далее. Но ты не имеешь внутри силы. Когда человек в силе, он не задает вопросы, он начинает говорить «Говори» в любое время. И смотрите, интересно, когда он рассказывает об этом, есть момент, когда мы начинаем жаждать Бога. Мы осознаем, что мы были в чем-то неправы. Знаете, гордыня, она приводит нас к тому, что мы все знаем. У нас куча жертвенников. Я хочу, чтобы вы услышали меня сейчас. У нас есть жертвенник прославлению, у нас есть жертвенник проповеди, у нас жертвенник Слову Божьему, у нас жертвенник церкви, у нас жертвенник домашней группе. И мы ходим, поклоняемся одному жертвеннику к другому жертвеннику, и мы знаем, как, где, что вести себя, и как, где, но мы не ищем того, которого не знаем. Каждый раз, когда я прихожу в церковь, я хочу знать того Бога, который неведомо. Вот этому Богу поклонялся Павел. И первое, то, что он просит, и он говорит нам, и он просто просит, слушай внимательно, я хочу тебе сказать, если у тебя нет жажды, куда бы ты ни пришел, ты поклоняйся своим Богам, ты Иегова его назови, Иисусом назови, как угодно, ты поклоняйся своему жертвеннику, который ты соорудил. Но Бога неведомого ты не знаешь. Но потому, что он взыскал Бога, и он не говорит, что я знаю, я хочу его познать. Не познаю ли я его, не соображу ли я, не преображусь в его, не стану ли таким. И тогда у него мысли начинают меняться. И вы знаете, человек идет, и он двигается. Вы знаете, они не похожи на этот мир. Кто из вас понимает и осознает это. Я не поклоняюсь прославлению. Я поклоняюсь Иисусу Христу. И каждый раз я хочу знать что-то новое. Я не все знаю. Вы знаете, я видел людей, которые уже все знают, они на прославлении. Ну, сейчас будет вот эта песня, вот эти слова и так далее. Мне все равно, что будет. Я хочу знать Бога. Когда я прихожу на домашнюю группу, я хочу получать ответы на животрепещущие вопросы, потому что там Бог будет говорить со мной через братьев и сестер. Он где? Внутри нас. Вы сами это сказали. Он где? Внутри нас. Я прихожу в церковь, я все знаю, я крут, я только что молился Богу. Послушай внимательно. Ты в жертвеннике, ты к своему жертвеннику ходишь. Тайная комната, твой жертвенник. Почему? Потому что некоторые ходят в спортзал по утрам и то же самое получают силу какую-то. Не, ну честно, я вам серьезно, но они не ищут самого главного, ответ на свой вопрос. Я хочу разрушить стереотип. Я хочу разрушить ваше понимание, потому что я не думаю, что афиняне были глупыми людьми. Правда? Афиняне были умными людьми. Они собирали все самое лучшее в Афинах. Мы тоже самое лучшее собираем. Мы смотрим у тех, смотрим у того и того. Мы делаем то, что самое лучшее. Но самое лучшее принес с Павел жертвенник неведомому Богу. Вот этого чтите. Он был из камня непонятный. Он был. И вы знаете, люди, которые поклонялись там, они искали Бога. Некоторые приходят в церковь, и они не находят Бога, которого по-настоящему Бог. Они находят дружбу, друзей, они находят знакомых. Но это жертвенники. Они не находят Бога. Нам же надо приобрести самим лично. Потому что если мы имеем откровение Бога, если мы имеем Слово от Бога, нам не надо жертвенников. Дружбе, любви какой-то. Знаете, любви братьям, сестрам. Некоторые этот жертвенник, они превознесли в такой ранг. Семья, дом, бизнес. Какой жертвенник еще мы построим? Но Бог говорит, если ты сегодня имеешь этот жертвенник, то его надо разрушить. Его надо разрушить в своей жизни, для того, чтобы тебе Бог открылся. И первое, то, что Павел говорит, смотрите внимательно, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Бог создал человека. Он создал человека. Это мы, Его создание, созданы для чего-то, для какой-то цели, великой цели. И знаете, какая самая великая цель в твоей жизни? Знаешь, какая твоя великая цель? Кто знает свою великую цель? Еще раз скажи. Смотри, чтобы человек, который заходит сюда, он узнал, он не пришел в клуб друзей, хорошего пропровождения, а он узнал кого? Здесь Бог, здесь присутствие Божье, здесь сила Божья, здесь помазание Божье, послушайте внимательно, когда он встречается с Богом, все, вы знаете, я заходил в красивые церкви, хорошее уютное место, хорошая музыка, бардовская, но я так же в ресторан могу зайти, без разницы, но послушайте внимательно, о, ты сравниваешь церковь с рестораном, ты грешник, какая разница, какому ты жертвеннику приносишь, если ты не знаешь Бога и не ищешь Его, если ты приходишь для того, чтобы искать чего-то другого, кто-то жену себе ищет, кто-то мужа, и вы знаете, это те жертвенники, которые Бог хочет, чтобы мы разрушили в своей жизни, чему ты жертвуешь свое время, жертвуешь свои возможности, свои силы, свои эмоции и чувства, о, давайте остановимся, от одной крови, скажи, одна кровь, мне нравится, Бог, чудесный Бог, вообще замечательный Бог, Он создал все, так подготовил всю эту землю, что одна кровь, один мужчина, одна женщина, создал ли целое поколение, 7 миллиардов, 8-9 уже миллиардов, Он создал вот такое вот количество людей, каждый человек это единица, это тот, который должен искать его, его всем своим сердцем, всем разумением, всеми мыслями, и вы знаете, самое интересное, Он дал даже карту, карта важна, скажи, очень, Он картограф, Он замечательный картограф, это не посылает тебя в космос, это не посылает тебя в другое место, да, оно посылает тебя в церковь, но Он говорит, слушай, ищи, ищите Господа, и будете живы, некоторые сегодня свою жизнь тратят на определенные вещи, которые не приносят жизни, жизнь, это то, что зародилось Богом, и Он хочет эту жизнь дать тебе с избытком, снова и снова, Он хочет наполнить твою жизнь смыслом, в чем же смысл, ты знаешь, некоторые думают, у меня смысл, мои дети, моя семья, моя церковь, мое служение, разрушит этот жертвенник, вау, моя, как это, самоутверждение, самообразование, разрушит этот жертвенник, некоторые жертвенники, это именно те жертвенники, которые видел Павел, и вы знаете, Он говорит к умным людям, я сегодня обращаюсь к умным людям, и я разговариваю с умными людьми, потому что мы настроили себе сами жертвенники, и мы поклоняемся сами своим Богам, наши Боги, это то, чему мы служим, для чего мы тратим деньги, для чего мы живем, чему мы поклоняемся. Вы знаете, интересно, первая заповедь, которая была для евреев дана, кому? Господу Богу поклоняйся Ему. Послушай, поклонник, это тот человек, который отдает всего себя, и Иисус говорит Самарянке, слушай, наступает время, и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу. Уже наступает время, что будут истинные поклонники поклоняться. И вы знаете, самое интересное, можно акцент ставить в истине и слове и так далее, но истинные поклонники будут искать того, что хочет Бог, а не того, что хотят они. потому что самаряне искали поклонения на горе, иудеи хотели в храме поклоняться, но не отрицали Иисуса Христа, и вы знаете, каждый раз это неправда. Что-то должно быть правдой, что-то должно быть истинной, если ты в жизни зыщешь Бога. Вы знаете, я говорю всегда с людьми со сторожевой башни, отбросьте вашу сторожевую башню и начните искать Бога, и Он откроется вам. Потому что тот, кто вам открывает вашу сторожевую башню, не знает Бога. Он построил это, он устроил это, но это не есть Бог. Это идол. Ходил я среди ваших идолов и не нашел там Бога. Знаешь, где Бог? Там, где есть сила, исцеление, освобождение, благословение. Бог присутствует в силе, Бог присутствует в славе, Бог присутствует в помазании. Это ощутимо. И вы знаете, послушайте внимательно. Я проповедовал в пятницу о Нагорной проповеди и говорил, помните, Нагорная проповедь писалась Матфеем интересно. Она начиналась блаженный нищие духом, ибо таковых есть царство. Люди пришли к Иисусу Христу в Нагорную местность. Они оставили свои дома, оставили свои семьи, они искали слово от Него. И знаете, что Он говорит им? Слова утешения. Он говорит, слушайте, вы блаженны, потому что вы ищите, и вас будет ждать Царство Божие. Оно ожидает вас, оно сейчас наполнит вас. Дальше Он говорит, что блаженный плачущий, потому что ощущение, знаете, люди пришли не с удовольствием оттуда. У каждого были проблемы. Мы когда ищем Бога, мы ищем Его, когда у нас есть какой-то вопрос, есть проблема, и мы отдаемся Ему, и Он сказал, я утешу вас, придите ко Мне все труждающие и обремененные. Утешение Божие будет. И вы знаете, самое интересное, Он говорит о миротворцах, миротворцы будут наречены сынами Божьими. Но дальше Он в Матфея говорит, что давайте прочтем это и заложите это местописание, пожалуйста, потому что 17 глава Матфея 5 глава 38 стих вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, 38 стих, а я говорю вам, не против ся злому, миротворцы. Он расшифровывает, что такое миротворец, потому что некоторые не миротворцы, они не творят мир, они творят свое понимание, у них свое представление, а я говорю вам, не против ся злому, но кто ударит тебя в правую щеку, твою обрати к нему другую. Вы знаете, почему Иисус успокаивает их и там и говорит, что блаженны вы, когда вас всячески неправедно злословят за имя мое, потому что Иисус говорил противное, то, что говорили фарисеи. И что это было противное? Не протився злом, не воюй ни с кем, не сражайся. И вы знаете, для них это было как-то не сражаться, у нас тут война идет, у нас тут сражение идет, а он пацифист проповедует. И их гнали, и их всячески неправедно злословили, да это ненормальные какие-то. Смотрите внимательно. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. А тут прямо говорится о завоевателях. И дальше он говорит, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающего, благотворите ненавидящего, молитесь за обижающих вас, и гонящих вас, да будете сынами отца вашего. Кто будет миротворцем? Сынами отца. Он отвечает на вопрос, блаженны вы, сыны отца, мы, когда мы миротворцы. И тут расшифровывается, как стать миротворцем. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? А если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как отец ваш совершен. Кто из вас знает Бога? Я еще нет. Слушайте внимательно, я его ищу. Вот этому Богу я поклоняюсь. Слушайте внимательно, еще раз говорю, если ты перестал искать Бога и ищешь удовольствие от этой жизни, удовлетворения своего, в твоей жизни что-то не так. Ты построил себе жертвенник. Кто-то ищет мужа, кто-то жену, кто-то еще чего-то, кто-то ищет, как провести хорошо время. Наша жизнь настолько коротка, что по дороге, когда я ищу Бога, я получаю все удовольствия. Моя жизнь настолько коротка, что я по дороге буду получать все. Смотри, давайте прочтем дальше, что он говорит, что нам надо сделать для того, чтобы, и признаком того, что это производит в тебе работу. смотри. Он определил пределы обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя, скажи, он недалеко. Он недалеко от тебя, он недалеко от свидетеля Иеговы, он недалеко от православных, левославных, еще каких-то. Ну, я не обижаю, честно говоря, но я понимаю, что он недалеко от пятидесятников и баптистов, от евреев и от неевреев. Он недалеко от нас, от украинцев и русских. Он недалеко. Но когда мы начинаем искать Бога, нам надо прилагать усилия. Слушай внимательно. Царство Божие, силою берется. И употребляющий усилия восхищает его. Придя в церковь, это не усилия. Это было когда-то для тебя усилием, потому что для тебя в церковь было невозможно прийти. Сейчас для тебя легко прийти в церковь, правда? Помните, когда вы первый раз пришли в церковь? Чего я туда иду? Зачем это мне нужно? И так далее. У тебя такое усилие, борьба вот здесь вот такая происходила, что невозможно. Но потом эта борьба прекратилась. Ты уже нашел, ты уже встретился с Богом. И усилия надо прилагать уже в чем-то другом. Смотрите, Бог не сразу делает себе служителей. он делает их постепенно. Но он делает по одному и тому же как бы примеру, и он показывает карту, как туда двигаться. У него нету шаблонов, как сделать, но карта есть. И вы знаете, у меня карта такая, когда я ввожу сейчас особенно как доехать до Борисполя быстрее, потому что там пробка все время на набережной. На 16 минут дольше по набережной, чем ехать через Бровары. И оно мне все время показывает три пути и ты выбирай. И ты так наугад так один раз мы ехали даже через центр. Объезжали, пока там не было ну как забастовок. И вы знаете, мы так проехали быстро даже, удивительно быстро. Каждый раз нам чертит какой-то путь новый, какой-то другой путь. И вы знаете, самое интересное, у Бога нет шаблонов, чтобы пройти мимо той проблемы, которая есть в твоей жизни, но Он показывает тебе путь. У еврейского народа для того, чтобы у них избежать было проблем там, был путь через пустыню. Был ближе путь? Скажи аминь, 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 Да, Он мог перенести их сразу, но Он не сделал этого. Правда? По морю прошли, в другом месте, даже более дальнем месте, понимаете меня? Аминь, Он так вел, потому что этот путь для них был лучше. Есть люди, которые проходят определенные обстоятельства в своей жизни, но в этом пути ты должен взыскать Бога, а не строить свои жертвенники. взыскать Бога всем своим сердцем. Жажда это то, что дает, потому что прославление уже тебя не удовлетворяет. Почему? Раньше, если ты приходил и тебе классно было от прославления, то теперь надо прилагать больше усилий, чтобы слушать это. Кто-то понимает меня, а кто-то думает, тю, странное у нас классное прославление. Вы еще не понимаете? Некоторым надо прилагать больше усилий, потому что ты берешь усилия, и без усилий невозможно, и как правило это не проблема в прославлении. Вы знаете это, да? Не проблема с Библией, что она не открывается тебе. Да? В чем проблема? в моем желании познавать. Вы знаете, есть люди, которые разбираются во многих вещах, но у Бога они не хотят разобраться. Бог должен сам открыться, пока не откроется сам. У меня сестра одна лет сорок не может крещение Духом Святым получить уже. Пока Бог меня сам не крестит. А ты искала это? А ты хотел? Ну, искала, как искала? Ну, как все ищут, а как все ищут? Вы знаете, что такое жажда? Я, когда я искал крещение Духом Святым, я сказал, я встал на колени и сказал, Боже, пока не крестишь, я не встану. Я помню, когда за меня молились, четыре раза молились, тогда еще Генри проповедником был, проповедовал, Генри молился, все молились. Я за крещение Духом Святым. Я думаю, ну, чего я такой? Я самый тупой, наверное. Там слышу, заговорили, те заговорили, те получили. Сила сошла, и Бог мне дал говорение на мих язык. И помню, я этот день, я прекрасно помню, жажда все. Все важно. Вы понимаете, когда ты жаждешь, ты получаешь, пока у тебя свои жертвенники в голове, ты будешь им приносить время от времени свои мысли, свои желания, чувства. Ты будешь верить, что все так живут. Но это не так. Послушай, некоторые знают Бога. Почему? Потому что они ищут дальше. ибо мы им живем, скажи, живем, движемся и существуем. Бог в нас, мы им живем, движемся, и даже если ты неправильно движешься, без него ты тоже не можешь этого делать. кто из вас понял, о чем я сказал? Бог все равно с тобой. И даже если ты неправ, ты можешь взыскать его. Даже в том, что ты неправ. И когда ты его взыщешь всем сердцем, он откроется тебе. И направит снова тебя правильно, чтобы у тебя были те же чувства. Знаешь, ты будешь испытывать удовольствие и радость от того, что ты делаешь с Богом. Сейчас ты живешь без Бога и получаешь тоже удовольствие и радость, но временами депрессия. Я считаю, что христианская депрессия это недостаток поиска Бога. Усталость, недостаток поиска Бога. В защите Господа и будете живы. Потому что Дух Святой Он утешитель, Он сила, Он помазание, Он все для нас. Им живем, движемся и существуем. И залью на всякую плоть. Если Он сейчас на всякой плоти, то я это плоть, которая всякая. Ибо им живем, движемся и существуем. Как некоторые из вас стихотворцев говорили, мы его ирод. Круто ж. Они даже говорят об этом. Да мы Божьи дети. Мы его ирод. Мы дети Бога. Но это не значит, что Он ищет его. Жертвенники посоздавали. Я вам хочу сказать, послушай внимательно, подними руку свою, помаши мне вот так вот. У тебя свой жертвенник. Тебе надо избавиться от него. Послушай внимательно, для того, чтобы найти Бога, надо избавиться от своего жертвенника. Когда Бог открываться начнет, тогда Бог открываться начнет тебе. Тебе лично. Тебе лично. Вы знаете, есть личное откровение, которое ты никогда не забудешь. Есть откровение Банихина, откровение Паши Панухника, откровение Васи, Пети, Коли. Но есть твое личное откровение и переживание. Если оно от Бога, то оно обязательно сбудется. Но оно еще просветит твой путь. Оно даст тебе силу, даст тебе крепость. И ты не будешь сомневаться, что это Бог с тобой говорил. Ты будешь уверен, ты будешь силен. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Тебе не надо будет спрашивать, слушай, что мне делать? Вот это делать, или то, или то крутить, или ты будешь знать, что делать в тот момент. И у тебя будет все выходить. Библия говорит, праведник все молодец. успеет. Он даже все сделает вовремя и успеет. Вы знаете, когда я что-то не успеваю, значит мне надо взыскать. Значит у меня где-то свой жертвенник, которого надо. Как удалить? Задам вопрос. Каждому из вас, вы пробовали свои жертвенники удалить? они такие твердые? Это невозможно. О, если бы я удалял свои жертвенники, то на меня восстало столько мыслей. Как я без этого проживу? Правда? А как все так живут? Все то же самое делают? Ну, это просто. Слушай, внимательно. это принятие твоего и моего решения. Решение. И вы знаете, у подростков такое решение. Мне звонит одна врач, ее дочка пошла в церковь, в харизматическую церковь, и она такая, в панике, я знаю, что ты ходишь, я знаю, что ты служишь там, и расскажи мне. И меня Дух Святой наполняет. А я говорю, а ты пойди с ней. Твоя задача как мамы направлять ее. Пойди с ней вместе. И вы знаете, она говорит, ты меня так успокоил, мне так стало хорошо, мне так стало приятно. Она уже настроила, что она в секте, все, конец, с моей дочки пришел конец, учиться перестала. Я говорю, у нее вряд ли говорят с церковью учиться перестать. Наша церковь наоборот говорит учиться, учиться еще раз. Да? Учение света, не учение? Чуть света доработаю. Нет, мы так не говорим, нам надо и работать тоже. Мы говорим по-другому. Потому что, когда ты достигаешь высоты, ты там тоже можешь взыскать Бога, и другие люди могут узнать Бога. Где бы ни было, может, там, на том месте тебя поставил Бог, чтобы ты свидетельствовал, чтобы ты был светом. О, послушайте, помните, Иисус говорит, никто не ставит. Вы знаете, что вы видимы всем? Я думал, что обо мне на работе никто не знает практически, я не рассказываю. Мне не надо, чтобы на работе, потому что я был уже. А Бог говорит, ты знаешь, что ты все равно там? Как гора не может укрыться, ой, свет не может укрыться на горе, да? Ты не можешь укрыться, если ты светишь. Ты понимаешь, твой свет, он всегда будет виден. И Бог не ставит свет под, он ставит, чтобы видно было всем. Так что будь внимателен, ты видим. Скажи, я видим, меня видят, обо мне говорят. так что нормально все, не переживай. Об Иисусе говорили, и о тебе говорят. Но об Иисусе бывало и говорили и плохо, так что и о тебе будет плохо. Понимаете меня? Сектант пошел. А потом, если что, проблема какая-то, помоги мне. Да светит твой свет перед людьми. Хорошо. Как же сделать так, чтобы взыскать Бога? Взыскать Бога? Я задал вам вопрос, скажите, принять решение. Принятие решения говорит о том, что я отворачиваюсь от своего прошлого, забывая заднее. Павел говорит это, уже будучи христианином. Забывая заднее, простираюсь вперед. Вы знаете, мы говорим новообращенным, слушай внимательно, тебе надо оставить все, покаяться и следовать за Господом. Староверующие, слушайте внимательно, теперь вам надо забыть все, покаяться и следовать за Господом. Потому что без этого не будет у вас. Вы думаете, что вы что-то знаете? Вы просто строили свой жертвенник. возле жертвенника неведомому Богу. Мы часто строим так жертвенник свой. И мы называем это ну как же мы в церковь входим. Так и бесы веруют и трепещут. Вы знаете, бесы тоже веруют и боятся. И мы трепещем и боимся Бога. Но это не значит, что мы поклоняемся правильно Богу и не значит, что мы исполняем Его волю. Потому что Его воля это значит знать Его лично. Познайте истину. И истина сделает вас свободным. Вы знаете, когда свободный человек, ему легко, ему дышится легко. И Бог всем повсюду повелевает. Смотри, итак мы будучи родом Божьим не должны думать, что Божество подобно чему-то либо. Золоту. Сейчас идолы очень многие разные вещи можно представить. Я хочу, чтобы вы смотрели золоту, серебру, камню, получившего образ искусства, вымысла человеческого. Как правило, это что? вымысел. Но в Ветхом Завете, в Ветхом Завете Иегова и Скиния Иеговы называлась Скиния Молохова. О, почему? По какой причине? Потому что люди начинали поклоняться Скинии больше, чем тот, кто в ней. Вы поклоняетесь своему Богу, Римфану, и носите Скинию, Скинию Молохову. Бог расстраивается, что они начали строить не на том, в чем должны. И желание Бога, чтобы твое сердце принадлежало Ему и жажда, я его не открою вам, но я могу вам сказать, как к Нему прийти. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в Который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им Мужа подав удостоверение им воскресе его взмертвых. И я знаю, что Он будет судить меня через Иисуса Христа. Он будет судить каждого через Иисуса Христа. Закон дан до Иисуса Христа. Он не будет судить через закон, по закону, но Он будет судить через Иисуса Христа. Потому что то, что дал Иисус тебе, это познание и приближение к Богу. И ты можешь сегодня приближаться к Нему. Скажи, Дух Святой, третье лицо Божества, Он никогда не заставлял тебя идти в церковь. Он никогда не настаивал вин заухочуя, но никогда не делает тебя рабом, не порабощает. Он дает тебе радость, но никогда не дает тебе боль и переживания несостоятельности, неспособности. Он Бог, который может изменить твою ситуацию. И сегодня некоторые, вы знаете, вы не входите в определенное, что закрыто перед вами, потому что вы не имеете откровения Духа Святого. И Библия говорит о силе. Слушай внимательно. Это как правило сила, которую ты имеешь, и она сверх естественна. У кого из вас есть сверх естественная сила? У кого есть сверх естественная сила? Поднимите руку, только честно. А у кого нету сверх естественной силы? Слушай внимательно. Сверх естественная сила приходит от поиска. Ждите обещанного. Он говорит, слушай, ждите обещанного. Он сказал слово, и они должны были ждать обещанного. И вы знаете, в тот момент, когда они ждали, они были единодушны вместе в поиске того, что придет. Уже каялись 10 дней подряд, уже молились 10 дней подряд, уже делали и все строим церковь потихонечку. Но что-то у них было жажда по Богу. И вы знаете, я вам хочу сказать, если ты потерял эту жажду, на данном этапе тебе надо покаяние. Если ты потерял борьбу, на данном этапе, у тебя все удовлетворение, ты всем доволен, все хорошо, тебе надо покаяние. Почему? Потому что то, что Бог определил для тебя, это радость, мир, жизнь с избытком. Для меня и для тебя. Вы понимаете меня? Кто из вас понял? Вы знаете, и тут дальше он говорит, ибо он назначил день. Он назначил день. будет определенный день, когда он будет судить вселенную. И вы знаете, это будет суд страшный. Никто не устоит перед ним. Человек точно не устоит. Весь этот, вся вселенная не устоит. Вы знаете, ангелы, они ограничены. Кто из вас понимает, что ангелы ограничены? кто знает, что они ограничены? Ангелы тоже ограничены. Они не имеют всей силы. Но когда ты познаешь Бога, ты имеешь ту силу, которую имеет Он. Когда ты узнаешь Его, ты узнаешь все, что Он знает. поэтому Библия говорит, и ангелы желают быть причастниками, приникнуть к той благодати, которую имеешь ты. Они могут узнать Бога только через тебя, что ты расскажешь. Поэтому некоторые видят ангелы на служении, движении, они желают приникнуть к тем, которые жертвуют. Вы понимаете, да? Нам надо разрушить жертвенники. какой жертвенник у тебя сейчас? У каждого своего. Давайте встань. господь, слава тебе, я благодарю тебя за дух твой, за силу твою, за помазание твое на этом месте. Господь, мы нуждаемся и жаждем тебя. Ишуа, мы нуждаемся в том, чтобы ты, Господь, открылся нам, Господь, во всей полноте, духом твоим и силой твоей. Я прошу тебя, и злей, и злей, и злей, и злей, Господь, на каждого из нас, твою силу и славу твою. Пусть твое наполнение придет на это место. Пусть твоя благодать придет на это место. Пусть твоя сила придет. Господь, ты сказал, Господь, чего ты здесь? Я прошу тебя, Господь, откройся нам, откройся каждому, Господь, на этом месте и благослови. Пусть твоя слава придет и благодать наполнит это место во имя Иисуса Христа. Иисус слава тебе, я благословляю твое святое имя. Ты Бог, ты всемогущий Бог, освобождающий, милющий. Господь, мы жаждем тебя, и жаждем тебя, Иисус. Ты сказал, Господь, приди. Ты сказал, пей, Господь, я прошу тебя, напои этой живой водой. Измени, Господь, измени все, что есть вокруг нас. Во славу Твою для славы имени Твоей. Господь Иисус, Господь Иисус, Иисус, урави, глория, полрия, лави, вешей, аллеллюя, эллия, ремного, пора, большей. Иисус, Откровение, Откровение, Его Слова. Господь, ты касайся, ты прикоснись, Господь, каждого во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь, глория, полрия, лави, вешей, 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 что-то сделаем. Сначала задам вопрос, а потом кто желает покаяться, вы можете выйти сюда, мы будем молиться вместе с вами. Кто желает покаяться, вперед на Твоим 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 А те, которые остались в зале, возьмите за руку соседа, молитесь за Него, просто молись за Него, чтоб Бог прикоснулся к Нему, чтоб Бог коснулся Его, молись, чтобы сила Божья сошла, чтоб помазание сошло, чтобы Он увидел Твою славу, Господь, слава Тебе. Повторяйте вместе со мной, Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня, прости всякий мой грех, я освободи меня, чтобы я познавал Твою волю, знал Тебя, я верю Иисус, что Ты умер за меня, на кресте, я прошу Тебя, прими меня в свою славу, и освободи меня от всякого греха, пусть Твоя слава наполнит меня, я нуждаюсь Тебе, я нуждаюсь Тебе, я благодарю Тебя, и я славлю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Сын. Послушайте, я говорю к Церкви, возьмитесь еще за руки, молитесь, хорошо? Возьмитесь тут за руки тоже. Мне когда-то Бог сказал, что вы будете видеть ангелов, сходящих и нисходящих, восходящих и нисходящих, вы будете видеть, потому что Бог, Он открывается тем, Он будет открываться тем, которые жаждут Его. Жаждут Его. Возьмитесь за руки, братья, возьмитесь, не бойтесь. Бог будет открываться, Бог будет давать вам силу, Бог будет давать вам помазание, Бог будет давать силу Божью, сила Божья будет сходить на Тебя, если ты будешь Жажда Тебя. Это сила Божия. Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Просто закройте глаза. Сейчас просто закройте глаза. Начните поклоняться Ему. Начните молиться на иных языках. Кто не может молиться на иных языках, Господь сейчас наполнит Тебя. Но кто имеет иные языки, молись на иных языках, молись просто на иных языках. Дух Святой на этом месте. Сила Божья здесь. У Тебя придет знание, как поступать, как делать. У Тебя придет просветление. Господь, я прошу Тебя, пусть Твоя, Господь, сила придет. Господь. Курила ва фаешей, лори ба шей. Аллилуйя, рипу, бубу, бусори ва фаешей. Гориней, лори 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 лори. Аллилуйя, лори лори сей. Кто-то получит сейчас свободу, освобождение. Во имя Иисуса Христа. Я связываю всякий дух нечистый, который сковывал, который держал. Во имя Иисуса Христа. И именем Иисуса я повелеваю убраться прочь во имя Иисуса Христа. Всякий жертвенник, который был до этого, который мы сооружали, строили, думали, что Ты Бог такой. Господь, я прошу Тебя, да будет разрушен, да искать Тебя, да жаждать Тебя, да жаждать Твоей воли, да жаждать Твоего откровения. Иисус, я благодарю Тебя. У кого-то сейчас прошла головная боль, у кого-то сейчас просто прошла головная боль, тебе надо просто сказать, Господь, я благодарю, я благодарю Тебя, я благодарю. У кого-то прошла боль в желудке, уже давно Тебя мучил, у кого-то была боль в спине, во имя Иисуса Христа. Я запрещаю дьявола обманывать, во имя Иисуса Христа. Ты здоров, во имя Иисуса. Горилла выпающая, Иисус, я благодарю Тебя. У кого-то в глазах он видел искры, как будто у тебя что-то плавало перед глазами. И тебе казалось, что зрение у тебя падает. Сейчас Господь исцеляет тебя во имя Иисуса Христа. И именем Иисуса Христа. Я благодарю Тебя и славлю Тебя, я возвеличу Тебя. Дух Святой, Ты здесь, Господь. Господь, мы жаждем Тебя. У нас есть нужда. У нас есть жажда Тебя. Мы жаждем Тебя. Нам нужен Ты, Господь. Господь Иисус. Кто-то страдает пониженным давлением. И у вас от этого слабость, у вас из-за этого приходит несостоятельность какая-то. Господь говорит, Я даю Тебе силу. Я даю Тебе силу. Я даю Тебе силу. О, жизнь и жизнь с избытком. Кто-то не видел свое будущее, жизни. Вы настолько были поражены, настолько были несостоятельны, ущербны, что вы чувствовали себя, что вы не хотите жить. Бог говорит, Я дал Тебе жизнь, и никто не может отнять ее у Тебя. Я дал Тебе жизнь, и я дам Тебе благодать и благословение на эту жизнь. Иисус, слава Тебе. Не теряй веру. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, коснись каждого. Коснись каждого. Только открой уста свои, я напомню их. Если ты стеснялся, у тебя было стеснение какое-то, Бог говорит, открой уста, я наполню их силой. То, что ты говоришь, будет исполняться. То, что будешь говорить, будет действовать. Господь, Бог, жизнь. У того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Если ты жаждешь, Бог ответит на эту жажду. Поднимите свои руки, начните поклоняться. Поднимайте, поднимайте, поклоняйте. Не спорь. Не спорь. Не спорь. Писание. Не спорь. Господь, я прошу Тебя. Дум Господи, драгоценный Дух Святой, жажден видеть Твою славу, слышать нежный голос Твою. Господь некоторым говорит, вспомни, вспомни свои слезы, когда прикосновение, прикосновение Божье, оно меняло Тебя, оно изменяло Тебя. Бог не изменился, Он желает давать Тебе это, Он снова тот же. Не строй свой жертвенник, разрушь, ищи Того Бога, Который неведом. Взыши Его, Иисус, Иисус пришел открыт, открыт, Господь. Господь, Аллилуйя, Бог, Реалуйя, Паешия, Гава-По. Аллилуйя, Реалуйя, Паешия, Гава-По. Твой огонь. Песня, Господи. Пребывай, Господь, на нас. Пребывай, Господь, на нас. Я задам вопрос. У кого есть страхи? Вас мучают страхи. Есть люди, которые мучают страхи. Вы просыпаетесь в страхе. Выходите сюда. Я хочу молиться за вас лично. Хорошо? Выходите быстро сюда. Тот, который живет в страхе. Бог освобождает от страха. Сейчас свобода. Выходите сюда. Выходите. Вы продолжайте стоять здесь. Хорошо? У кого есть страхи? Я прошу вас, продолжайте молиться. Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Ты Бог целитель. Ты Бог сильный. Иисус. Господь, кто мы без Тебя? Мы ничего не можем. Мы не способны. И мы не сильны, Господь. Но Ты силен. И на Твою силу мы надеемся. В Тебя мы верим, Господь. Я молю Тебя, Господь, удали всякий страх. Удали всякий страх. Сейчас. За что бы это ни было. За детей. За семью. За дом. За будущее. Во имя Иисуса Христа. Господь, дай веру, дай твердость. Во имя Иисуса Христа. Я связываю этот дух страха. Во имя Иисуса. Я повелеваю сейчас убраться прочь. Во имя Иисуса. В плантаст bisher. Во имя Иисуса Христа. Их идея им сейчас, пребывай, Господь, на нас, пребывай, Господь, на нас. Их идея им сейчас, пребывай, Господь, на нас, пребывай, Господь, на нас, пребывай, Господь, на нас. Их идея им сейчас, пребывай, Господь, на нас, пребывай, Господь, на нас. Их идея им сейчас, пребывай, Господь, на нас. Их идея им сейчас, пребывай, Господь, на нас. Пебывай, Господь, на нас. Часть, папа, всему, пребывай, Господь, на нас, пребывай, Господь, на нас, пребывай, Господь, на нас. и и и в и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стоящий о вас все равно узнает Даже если вы скрываться будете Но вы ищете Бога Вам не надо трубить на улице и рассказывать кому-то, что вы верующий Приходите и зазывать Сами придут Сами будут спрашивать Сами будут говорить Слушай, а куда ты ходишь, дорогая? Расскажи, что с тобой произошло? Почему у тебя глаза блестят как-то не так, как блестали вчера? Или придут от проблем, знаете Как ко мне вчера звали Каждый раз будут искать Потому что ты свет Ты свет для них А свет Как раз приходит, когда тьма в жизни человека Начинает для них Светить Мы не для светлых пришли Мы для утемненных, затемненных Для злых и неправильных Аминь Да мы были когда-то такими Но Бог изменили Так что светите Аминь Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok